Девушки отдыхают 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 дискуссии возникают между самими боксерами. Мохаммед Али, который не очень убедительно выглядел в последних своих боях. Мохаммед. Пытается настроиться на вот этот знаменитый бой. Разгуливает по рингу. Продолжает заглядывать в глаза Джорджа Форману. Ну что, выглядит Джордж Форман немножко таким перенастроенным. в существующей идет ли Далее это вот это Спасибо, Джордж. Приплясывает в свою муглу Джордж Форман. Все то же самое делает Мохаммед Али. Успокоился немножко Форман. Растяжечку такую делает. Ну что же, вот теперь посмотрим Джордж Форман в красных трусах, Мохаммед Али в белых. Джо Фрейзера, естественно, пригласили на этот бой для того, чтобы рассказать и про того, и про другого. Ну, потому что Джо Фрейзер, как минимум, очень много знает. Ну и, пожалуй, что впервые за все это время, что мы транслируем архивный бокс. У нас в таком виде находится рефери. Больше похож на футбольного судью. Ну, бывает и так. Мощнейший удар Джорджа Формана. Да, первый раунд точно за Джорджем. Мохаммед Али. Минута остается до окончания раунда. Жесточайший раунд. И самое главное, конечно, это то, что видят его зрители, ну, не совсем те, которые, в общем, должны его видеть что-то. Али. 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 Даже практически убить своего оппонента Подгон наносит еще один удар Джордж Форман Опять поддавливает Форман Мохаммеда Али к канатам Но на самом деле большого значения это не имеет Потому что Али отсюда Даже Али немножко удобнее контратаковать Мощные удары В общем не очень понятно почему Мохаммед Али не уходит от канатов Смотрите что делает Джордж Форман Пожалуй что вот так теснить Мохаммеда Али Прижимать его постоянно к канатам не удавалось никому до того Тридцать секунд Остается в этом раунде О Али кстати огрызается из угла Сейчас Так что еще большой вопрос кому этот раунд будет отдан И вот здесь из центра ринга Мохаммед Али снова пробивает двойку И даже так уходя с ринга смотрит А как там воспринял оппонент ее Для Джорджа Формана это не первая история Когда он боксирует за пределами Америки Ну связано это было в основном с тем что Промоутеры боев хотели уйти от налогообложения Поэтому стали возить боксеров по всему миру Собственно у Джорджа Формана Три последних боя с Фрейзером на Ямайке С Хосе Романом в Японии И с Кеном Нортоном в Венесуэле Поэтому для него Бой в Киншасе В Заире Ну в общем не представляет никакой Новой истории У Мохаммеда Али Немножечко другая все-таки ситуация Али и так достаточно долго путешествовал После своей дисквалификации После этого вернулся в Америку Проиграл Кену Нортону Победил Кена Нортона Победил Джо Фрейзера Ну и вот теперь приехал в Кенжасу С Джо Фрейзером кстати В том же зам 1974 году Мохаммед Али боксировал в Нью-Йорке Разе Пусть Форман не способен отбирать Али и отбирать его вверх. Прикрепит правую руку. Али абсолютно раздражает. 30 секунд в ряду в ряду 4. Форман продолжает идти. Али подбирает. Не так точно, как мы ожидали. Али подбирает вверх. Не приходит вверх и отбирает. Прикрепит правую руку. Старается джебом Мохаммед Али встречать любую атаку Джорджа Формана. Но на самом деле такое ощущение, что... Его устраивает вот это положение в углу. Смотрите, сколько промахивается Форман. И вот Али пробивает свою двойку. Джон Дейли один из организаторов боя. В прямом эфире. И говорит о том, что... Али выигрывает в одни ворота. И для победы ему понадобится не больше 4 раундов. Ну, наверное, каждый из вас имеет свое мнение. Относительно того, что здесь происходит. Мне-то кажется, счет как минимум должен быть равным. В эти секунды. Но... Джон Дейли, конечно, лучше знает, как... Работают судьи. Пятый раунд. Ну что, посмотрим, как события будут развиваться в пятом раунде. Опять предпечатывает Форман и Мохаммеда Али к канатам. Левыми хуками обмениваются сейчас оба боксера. И Форман, посмотрите, начинает проводить атаки по корпусу. Ну, все, что пробивает Джордж по верхнему этажу, приходится либо в защиту, либо промахи. Форман пытается обмениваться. Форман пытается обмениваться. Ну, вот другой вопрос. Какой эффект будет иметь удары, которые наносят по корпусу. Форман пытается обмениваться. Один минуты остались в раунде 5. Это Джордж по верхнему этажу. Али, это по-клубому этажу. Форман пытается обмениваться. Али сидит в центре. Али, это лучший пункт. Гранатом Мохаммед Али. Такое впечатление, что тронь немножко и он упадет. Но у Формана пока не получается провести ту атаку, которую он хочет. Более того, пропускает он встречную контратаку. И очень мощный удар от Мохаммеда Али он пропускает. И чуть ли не в нокауте находится уже. Какая тяжелая работа для арбитра. Мощнейшими ударами обмениваются Али и Форман. Ну и, к счастью, для Зака Клэйтона звучит гонг. Ну что ж, действительно, это выдающийся бой. Два выдающихся чемпиона в тяжелом весе. Карьеру одного из них вынуждена прервала. Ну, не то чтобы дисквалификация. Это, наверное, неправильно будет звучать. Отстранение, так скажем, от бокса Мохаммеда Али. Прыгает с левым хуком вперед Форман, но промахивается. И посмотрите на его лицо. Сейчас, конечно, это сделать тяжело. А вот когда Джордж Форман повернется к вам, или вот как сейчас, там уже проще разглядеть результат ударов Мохаммеда Али. Теперь Али. Али бросал migкой, а сейчас Backs Up against the ropes, takes a low blow, not intended by George Foreman. Лайт left on the brake by Али. С Корректор Али. Форман has no steam at any of those punches, and you don't need me to tell you that. Али leans on him. Али sits back on the ropes and tells Foreman to come in. Foreman looks like, well, a bit arm-weary until that right hand is trying to set Ali up. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну, разумеется, вселенский беспорядок, как только и могло быть в Киншассе. Разумеется, Мохаммед Али по полной использует сейчас то, что он бьется в черной Африке. Он проглашает себя ее символом. При том, что перед боем у него даже с Джорджем Форменом возникали вопросы по этой теме. Ну, и где-то там на Джо Фрейзера нападают зрители. Нападают, напрыгивают, буквально требуя, чтобы он немедленно дал реванш Мохаммеду Али. Ну, в общем, то, чего Али добивался, стать героем в черной Африке, он и добился. Да, довольно забавно выглядит вот эта процедура, как уводят Мохаммед Али в раздевалку и то, что вообще здесь происходит. Я хочу сказать, чтобы люди думали, что это был нигзонийный атак на медиа. С ним, просто рядом, вы можете видеть Боб Костер, former light heavyweight champion. Ну, пока не очень понятно, что происходит, но... Али все-таки выиграл этот бой заслуженно. Мохаммед Али снова становится чемпионом мира. Именно это был настоящий бой за звание именно чемпиона мира, а не North America Boxing Federation, как было в предыдущем бою с Джо Фрейзером. Ну, и вот смотрите на эту победную комбинацию Мохаммеда Али. Мощный удар в правый висок. Дальше левый, но и правый, который, в общем-то, практически заканчивает бой. Ну, и вот тут уже Джордж Форман, конечно, не контролирует себя. Мохаммед Али. Ничего сделать не может. Ну, и вот, посмотрите, реакция Мохаммеда Али. Как он обнимается с своим тренером, Анджело Данди, как он обнимается с менеджерами. Ну, что ж, Мохаммед Али вернул себе то, что принадлежало ему всегда, как он считал. То, что он проиграл в бою с Джо Фрейзером в 1971-м. То, чего его лишили в 1967-м. Ну, и впереди у него, как полагает сам Мохаммед Али. И выдающаяся и очень счастливая карьера. Ну, и вот еще раз вспоминаем мы, как это все произошло. Джордж Форман, конечно, очень устал от своих ударов, в которые он дико вкладывался и которыми он промахивался. Вот сейчас еще один удар был, которым он промахнулся. Это, в общем, урок определенный того, что бокс — это не только сила удара. Бокс — это еще умение терпеть, ждать и находить свой шанс. Да, ну вот так выглядит пресс-конференция Мохаммед Али. Это довольно смешно. Мохаммед Али. Мохаммед Али. Ну вот Али, естественно, начинает издеваться над своим соперником, начинает издеваться над всеми будущими соперниками. Всем критикам объясняю, что он не Лиссон, но объясняю, что я лучший во всех временах. Я не танцую, я умею бить, и вы только что узнали, как именно. Все это очень похоже на те истерики Али, которые были после его первых боев. Ну и поэтому не вызывают большого доверия к себе, но Мохаммед имеет право на них. Он победил чемпиона. Субтитры сделал DimaTorzok Дима